Как не погрязнуть в этих сомнениях, потому что ум так захватывает, что можно погрузиться в эти спекуляции, или не сдвинуться, или наоборот испугаться? Сомнения – это вроде и то, что нас может побудить, и то, что может отодвинуть. Как не запутаться? Сомнения принимать решение или не принимать решение – это недостаточность вдохновения. Некоторое, то, что мы сейчас говорили с вами, некоторое погружение в гуны материальной природы, это гуна невежества, это неспособность вообще принимать решение. А гуна страсти – это излишняя сомнительность, когда передо мной появляется слишком много разных вариантов, и я никак не могу выбрать между ними. Неспособность остановиться на чем-то одном. Если мы возьмем теорию избавления от гуна страсти и невежества, то говорится, что от этих двух проблем невозможно избавиться, просто продолжая духовную практику. Все остальные проблемы, можно сказать, просто продолжая, и эта проблема пройдет. Но гуна страсти и невежества – это те препятствия, которые нужно реально преодолевать. С ними нужно реально бороться и нужно реально все 100% своих сил использовать, чтобы выйти из-под их влияния. Поэтому для уничтожения этих двух проблем в играх в Лилах Бога приходил Баларам. И он уничтожал этих двух демонов – Тхену Касуру и Балам Басуру, которые олицетворяли гуну страсти и невежества. И это значит, что уничтожить эти две проблемы можно только одним способом. Кого Баларама олицетворяет? Изначального гуру, изначального духовного учителя. Поэтому получить силу на то, чтобы преодолеть вот эти две гуны – гуны невежества и гуны страсти, эти силы можно получить только от Баларама шакти, от того, что я делаю то, что мне говорит мой духовный учителя. Я просто делаю это. Я прикладываю все усилия, чтобы делать это. И тогда ко мне эта сила приходит. Поэтому в духовной традиции всегда есть духовный наставник. Если бы не было духовного наставника, мы бы никогда не преодолели гуны страсти и невежества. Но вот это следование за своим духовным наставником позволяет выйти из-под влияния гуны невежества с помощью этой мистической энергии Баларама шакти. У нас вдруг появляется энтузиазм. Мне вдруг становится стыдно перед своим духовным наставником за то, что я такой слабый, я такой нерешительный. И вот эта стыдоба за свою слабость позволяет мне ее преодолеть. Мне просто стыдно. Замечали этот стыд перед духовным наставником когда-нибудь? Говорится, что в этом мире очень трудно вытерпеть взгляд змеи и взгляд духовного наставника. Потому что очень стыдно становится. Потому что когда на нас смотрит духовный наставник, то он видит всю мою слабость и я сам начинаю ее видеть. И мне становится стыдно. Я понимаю, что я стыдоба. Что я вот из-за какого-то мороженого не могу никак перейти на следующую ступень своего развития. Поэтому у нас должен быть контакт с духовным наставником. Мы должны быть в этом реальном контакте. Нас должен пронизывать этот взгляд. И мы должны стыдиться своей слабости. Когда нам становится стыдно своей слабости, значит она уходит. Если мы оправдываем свою слабость, значит она решила остаться навсегда. Поэтому стыдитесь и переходите до следующей ступени развития. Стыдясь, что я так поздно. Извините, знаете, как опоздавший входит в класс. Извините, я опоздал, проспал. Тебе должно быть стыдно. Да, мне стыдно, простите. Так же и мы. Мы так же должны быть в этом состоянии некоторого. Позитивного стыда. Простите, что-то я как-то вот поздно проспал все. Вы тут уже такую главу изучаете интересно. Я что-то все проспал. У нас должна быть хорошая стыдоба. Стыдобище. Такие русский язык такой смачный. Столько разных вариантов постыдиться у нас есть. Ну вот примерно в этом духе. Так как нам ничего не стыдно, мы вот такие вот поборовшие свой стыд. Поэтому мы можем долго стоять и выбирать. Вообще не стыдно. Буду выбирать сколько хочу. И еще буду это оправдывать своим разумом каким-то. Мне надо хорошо подумать, прежде чем выбрать. Но, как мы говорили, кризис придет. Нас кто-то будет подталкивать. Если мы вот, так сказать, накупили продуктов, набрали целую тележку и встали перед кассой и задумались. Нам объяснят, сколько надо думать, покупать или не покупать. Так же и мы. Все. Мы в человеческой форме жизни. Вариатов нет. Мы должны прогрессировать. Должны прогрессировать каждый божий день. Нечего тут думать. Все, давай, иди вперед, прогрессируй. Ну я подумаю, может не сегодня. Сегодня как-то. Какой сегодня? Сегодня неудобно. Сегодня понедельник. Понедельник день тяжелый. Какой может быть прогресс в понедельник? Со вторника уже. Вторник более подходящий день. Понедельник тяжелый. Нет. Каждый божий день. Иначе все. Надо засыпать в стыду. К стыду своему. Что день прошел зря. Вы сказали, что кризис помогает преодолеть духовный наставник. Он помогает побороть эту нерешительность. А если кризис заключается в том, именно в выборе самого духовного наставника. И в этом есть нерешительность. Как преодолеть эту нерешительность? Это не нерешительность. Это отсутствие любви. Если девушка сидит и думает, кого выбрать. Какого паренька выбрать. В основном она не любит. И все. Поэтому лучше никакого не выбирать. Когда любовь вариантов нет. Когда любишь, выбор очевиден. Поэтому мы должны быть с тем, от кого мы готовы терпеть все неприятности. Что такое выбор в семье? Выбор в семье это не выбор того, от кого будет приходить счастье 30 лет семейной жизни. Нет. Это выбор того, от кого будут все 30 лет приходить проблемы. И мы должны любить настолько эту личность, чтобы быть готовым принимать проблемы именно от этого человека. Вот если мы готовы 30 лет принимать проблемы от этого человека, это любовь. Можете создавать семью. Так же и духовный наставник это кто? Это тот, кто мне не будет жить, давать спокойно всю мою жизнь. А кто будет все время меня ругать. Что такое принять наставника? Принять того, разрешить себя ругать. Разрешить себя ругать. Понимаете? А не то, что это тот, кто будет мне улыбаться. Улыбитесь мне пожалуйста, вы же мой духовный наставник. А чего мне не улыбаетесь? А чему улыбаться? Ты спишь. Храпишь. У тебя слюни по всей подушке. Чему тут улыбаться? Будить надо? Водой надо холодной поливать? Поэтому если любовь есть, то выбор очевиден. Если выбор не очевиден, то нет любви вот и все. Поэтому это просто еще несозрели отношения. У отношений есть несозревание. Это никакой не кризис. Это недозревые отношения. Поэтому просто ждите, когда они созреют. Мы говорили все остальные вещи, кроме тамоса и страсти, можно преодолеть тем, что просто продолжать духовную жизнь. Поэтому продолжайте духовную жизнь, отношения созреют и вы поймете. Вот с этим пареньком я готов 30 лет мучиться. Именно от этого паренька я готов 30 лет получать неприятности. Именно он мне не будет давать денег. Именно он мне будет изменять. Именно он проест мне все мозги. Именно за ним я буду ухаживать в старости. Если готов, это любовь вперед. Так что пусть созревают отношения. Все должно быть вовремя. Отношения должны созревать. Поэтому не торопитесь в отношениях. У нас очень торопливый мир. Очень торопливый мир. Раньше люди выбирали наставника 20 лет, 30 лет. Чтобы не сомневаться. Сейчас наставника за два дня выбирают. Потом всю жизнь удивляются, что такое. А что он меня вообще ругает? Он же должен мне улыбаться. Главное в выборе наставника, это найти его улыбающуюся фотографию. Знаете? И поставить ее на алтарь. Чтобы он все время улыбался с алтаря. Чтобы я думал, что у меня все нормально. Да не в этом его задача. Его задача не улыбаться. Задача все время пальцем грозить. Ну-ка иди сюда. Рассказывай. Ты что опять понатворил? Интересно стало. Мы неправильно все это воспринимаем. У нас такое сентиментальное восприятие. Поэтому выходите из этого состояния. Оно созреет и все будет хорошо. Не торопясь. Все должно созреть. Это мир. Где нужно есть зрелые плоды. Раньше как плоды мы собирали? Знаете? Кто помнит? Мы так делали в детстве. Я помню. Как собирали плоды? Как надо плоды собирать? Кто помнит? Мальчики. Трясти надо дерево. Трясти надо дерево. Баварама когда зашел в лес талаван, он начал трясти деревья. И спелые плоды сыпались. Спелые плоды должны сами осыпаться. Как сейчас собирают плоды? Не спелыми. Не спелыми сейчас собирают плоды. Поэтому все что мы едим это не спелые плоды. Поэтому как-то так вот. Подозрительно все. А они не пахнут. Они не спелые. Когда мальчики и пастушки проходили мимо леса талавана, они чуть в оборот не упали от запаха этих фруктовых деревьев. Сейчас если вам завязать глаза. И дать понюхать яблоко и картошку. Вот можете проверить дома. Эксперимент провести. Не отличить человека. Будет сомневаться. То есть когда картошка будет приятнее пахнуть, чем яблоко. Дайте ему три разных понюхать. И он может не отличить. Почему? Незрелое. Незрелое не пахнет. Невкусное. Так же и мы. То есть мы должны созреть. Чтобы жизнь была вкусной. Нужно уметь, чтобы вот это созревание происходило. Поэтому кризис это иногда вот зеленое есть. Незрелое. Очень тяжелые кризисы. Поэтому потом от этого зеленого живот болит. Чего? Незрелого наелся. А ты созрей. Не торопись. Придет твое осень. И твое яблочко с дерева само упадет. А мне сейчас вот. Сейчас хочу. Сейчас. Поэтому не торопитесь. Не торопитесь. Все должно быть естественно. Вовремя. По-настоящему. То, что вы объясняете, это не кризис. Это скорее проблема торопливости. Или назовем это. Пусть кризис торопливости. Или назовем это. Jenna .. Это сserly просто qualquer петель. Пусть канкском哪о. Когда там больanced? Эвомации. Эви tenho топлив, басс Comms. Эвомисон. Продолжение следует...